Мы продолжаем нашу экскурсию по Парижу. Сейчас вы видите на своих экранах парижскую галерею Веро-Дада, которая представляет собой торговые ряды, которые были возведены в XIX веке. В то время на столичных улицах было очень грязно, и не везде проложены тротуары, поэтому в городе в больших количествах устроились скрытые торговые пассажи и галереи. С течением времени они были вытеснены универсальными магазинами, однако некоторые из галерей в Париже сохранились до настоящего времени. Галерея Веро-Дада была открыта двумя торговцами свинины – Веро и Дада. Их имена и стали названием галереи. Располагалась торговая точка довольно удачно, возле конечной остановки международных и междугородных маршрутов дилижанса. Когда начало развиваться железнодорожное сообщение, бизнес угас, однако шикарные интерьеры сохранились. Когда-то здесь свои зарисовки городской жизни и фотографии выставлял Карл Лагерфельд. Сегодня в галерее вы можете посетить магазины различных брендов. Они видны на экране. После галереи наш путь лежит к Вандомской площади. Вандомская площадь расположена в первом муниципальном округе Парижа, недалеко от Парижской оперы. По форме она представляет собой правильный прямоугольник со скошенными углами. К ней примыкают две улицы – улица Мира и улица Кастильоне, расположенные по одной оси. Создана Вандомская площадь в 1699 году по проекту архитектора Жуля Ардуэн Мансара. Цоколь, Каринский ордер, разнообразные по форме слуховые окна и в центре каждой стороны фронтоны. В честь Людовика XIV она звание получила от дворца Сезара де Вандома, чей дворец находился на том месте, где возникла площадь. Давным-давно по ней неспешно колесили конные экипажи, прохаживались Его Величество Король Солнце, император Наполеон Бонапарт, изящная Коко Шанель, страстная маркиза де Помпадур, Пруст, Хемингуэй и Шопен. Эта территория должна была стать лишь изящным дополнением к королевскому памятнику, но судьба распорядилась иначе. От монумента не осталось и следа, а Вандомская площадь и по сей день привлекает толпы туристов своим величием и поразительным архитектурным ансамблем. А как хорошо вы знакомы с одной из пяти королевских площадей Парижа. Вандомская площадь была создана Версальским архитектором Жюлем Ардуэн Мансара. Роскошные здания, выполненные в стиле классицизма, были построены лишь к 1720 году. До этого площадь и статую Людовика Великого окружали образцовые фасады, за которыми находился пустырь. От памятника Людовику XVI на Вандомской площади после революции не осталось и следа. На его месте высится колонна, увенчанная статуей Наполеона. А остатки монумента Короля Солнца, фрагмент ноги, можно увидеть в Ловре. Чтобы заработать больше на продаже апартаментов в домах на Вандомской площади, Зочи придумал обустроить на чердаках дополнительные живые помещения. Комнаты со скошенным потолком стали популярной деталью архитектуры и получили название мансард. Высота Вандомской колонны со статуей Наполеона составляет 44 метра. Памятник был воздвигнут в 1806 году в честь победы императора от Аустерлицы. Бронзовый ствол отлит из более тысячи австрийских и русских пушек. В доме номер 12 в 1849 году скончался великий польский композитор и пианист-виртуоз Шопе. И в этом же здании Наполеон III впервые встретился со своей будущей супругой Евгением Мантихо. Один из особняков на Вандомской площади раньше принадлежал дедушке-писательнице Жорж Санд. Хозяином дома номер 8 был брат фаворитки Людовика XV Маркизы де Пампадур. В западной части Вандомской площади в доме под номером 15 расположен один из самых знаменитых и роскошных отелей Парижа – легендарный Риц. В нем любил проводить время Эрнест Хемингуэй. Останавливались Чарли Чаплин, Грета Гарбо, Марсель Пруст и другие знаменитости. Из этого отеля выехал Мерседес с принцессой Дианой в трагическую ночь аварии в туннеле перед мостом Альма. Риц – первый в мире отель, в котором все номера были оснащены ваннами. Именно здесь специально для дядюшки Хэма придуман коктейль «Кровавая Мэри». Томатный сок эффективно разделался с запахом алкоголя и уберег списателя от размолвок супругой. Придя утром в любимый бар, он радостно сообщил бармену. «Кровавая Мэри» ничего не заметила. Далее мы направляемся в парк водных аттракционов. «Кровавая Мэри» «Кровавая Мэри» «Кровавая Мэри» «Кровавая Мэри» Продолжение следует... 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 Продолжение следует...